приветствую вас друзья мои это тимур ханов в новом формате на 360 такой кругозор вы можете да да вы можете поворачивать или с мышкой изображение или телефон просто поворачивать или пальчиком двигать изображение смотреть в любую сторону куда хотите хотите на меня хотите на моих собеседников или куда угодно это такой новый способ показать все вокруг более объективно первый опрос который я провожу в новом формате и запись идет на микрофон телефона я не уверен что будет все достаточно хорошо но попробуем отойдем от ветра его спрашиваем людей я сегодня хочу узнать такой кругозорный вопрос обзорный кому в россии можно доверять кому люди доверяют и что же мы получим ответ кого бы спросить всегда такая как тему кому бы обратиться здравствуйте можно вас спросить меня тимур зовут я просто провожу здравствуйте мять и бурзовут я просто провожу скажите пожалуйста кому в россии можно доверять из политиков там и журналистов артистов нам удовлетворять Часто никому. Совсем-совсем никому? Никому, только себе. То есть вы на все смотрите критически? Ну, не на все, но почти на все, да. Но чьи слова для вас могут, чья-то информация, от кого вы... Родителей только. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, можно вас спасти? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Вы совершеннолетняя? Нет. Нет? А вы согласны, если я вам задам вопрос? Как журналист. А кому в России можно доверять? Из людей. Глазам? Своим глазам и только. И только? Могу знать, сколько вам лет? Девушкам 17. Критический взгляд. Спасибо. Здравствуйте, можно вас спасить? Пожалуйста, да, пожалуйста. Хочется поспрашивать людей разного возраста и разного статуса, как бы. Разных самых. Здравствуйте, можно вас спасить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Скажите, как вы думаете, кому... Или как вы считаете, кому в России можно доверять? Из политиков, журналистов, артистов, я не знаю. Кому вы доверяете? Президенту. Действующему президенту, Путину. Понятно. А вот здесь у нас всякие оппозиции, всякие, там, Зюганов, Навальный. Вот ты можешь доверять? Нет. Почему? Проходимся. Проходимся. Понятно, спасибо. Вот узнали мнение старшего поколения. О, тут у нас юные автомобилисты. Вот еще человек на службе, что ли. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Как вы считаете, кому в России можно доверять? Из политиков, из журналистов. Кому вы доверяете? Кому я доверяю. Себе доверяю. Ну, чьи-то слова для вас являются авторитетными, что не требуют проверки? Да нет. Все требует проверки. Должно быть требована. Понятно, спасибо. Спросим молодежь. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Кому в России можно доверять? Из политиков, журналистов, артистов? Я далека от политики, извините. Ну, почему? Ну, кроме политики. Вот вы узнаете какую-то информацию? Чьи слова не требуют проверки? Я не знаю. Нет таких? А, из людей, вот кому вы склонны больше? Кому из людей склонны доверять? Ну да, вообще из окружающих. Ну, наверное, близким. Близким? Доверяете? Вы, наверное, счастливый человек. Ну, видимо, да. Спасибо. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Кому в России можно доверять? Кому вы доверяете? Из политиков? Никому, никому. Ну, там, президент или, может быть, Зюганов или Навальный? Не надо, не надо. Я ничего не отвечаю, я только себе доверяю. А из журналистов можно кого-то смотреть? Журналистов? Вот были у нас на Васильевске один. На что-то опять стал болтать в одну сторону. А кто? Кто власть... А я не знаю его фамилию. А где он работал? По радио каждое утро. На Гуманов? Кто, вроде как, оппозицию там это и хвалит, или, значит, говорит плохо о порядках и беспорядках, а то хорошо. Не люблю я трепачей. Я сама все вижу, и мне этого достаточно. Понятно. Могу я задать вам тот же вопрос? А вы кто такой? Я журналист. А с какого этого? Блогер. Тимур Ханов меня зовут, я для себя. А, блогер. Блогер. Доверяю президенту. Больше не хочу распространяться. Хорошо, спасибо. Никому не хочу. И президенту. Очень даже ему уважаю с самого начала. С первого дня. То есть президент у вас сомнений не вызывает? Абсолютно. А кто-нибудь еще? Кто-нибудь еще? Ну, еще я не хочу. Ну, вот из местных, может, журналисты, политики. Я местные не смотрю вообще. Понятно. Спасибо. Мне интересно. Здравствуйте. Можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Давай. Кому в России вы доверяете? Вот из политиков, журналистов, артистов. Чьи слова вы не будете подвергать сразу сомнению? Владимиру Владимировичу. Путину? Ну, наверное, Жириновскому. Жириновский? Жириновский вызывает у вас доверие? Да. Или улыбку? Улыбку. Большую улыбку. Понятно. А вот журналисты, артисты, музыканты. Чье мнение для вас важно? Нет таких. Нет? Ясно. Только президент. Спасибо. Есть комики. Комики? Стендап типа кто-то? Ну, почти. Например? Бибуришвили есть такой. Есть. Щербаков. Нурлан Сабуров. Вы их смотрите, доверяете? Да. Еще есть Юлик и Кузьма. Но они не совсем совпадают с президентом. В своих мнениях, похоже. Ну да. Их нельзя. Они как бы на своей волне. Ясно. А в России вы чувствуете себя свободными? Да. Понятно. Спасибо. Здравствуйте. Можно вас спросить? Меня Тимур зовут. Я опрос провожу. Кому в России вы доверяете? Журналистов, политиков, артистов, музыкантов? Ну, я, например, больше доверяю журналистам. Кому? Кому? Кого? Владимир Владимирович. А? Я сейчас подойду к вам тоже, да. Ну, вот это моя. Она отвечает вам. Мы с ней вместе. Ну, у вас же свое мнение есть? Ну, свое, конечно, есть мнение. Но кто он? Ну, вот вы сказали, журналистам. Это кому? Кого вы смотрите или слушаете? Журналист. Кто у нас хороший журналист? Ну, по телевизору или по радио? Где читаете? По телевизору. По телевизору. Ну, вообще, вот сейчас исчез Невзоров. Был такой журналист. Да? Ну, он не очень исчез на YouTube. Его можно смотреть каждую неделю? Ну, вот мне он нравился. Он как-то вот не стеснялся, не боялся никого. А сейчас молодежь пошла. Она, наверное, стесняется как-то так. Ну, не сильно, но... Ну, наберите в YouTube Невзоровские среды. Каждую среду Невзоров на эхе Москвы и выступает. Продолжает свою смелость. А вы кому доверяете? Вы сказали Владимиру Владимировичу? Которому? Познеру? Или какому Владимиру Владимировичу? О, самому главному. Путину? Да. Все его слова, ни одно из слов его не вызывает сомнений? Нет, он располагает в себе. А, симпатичный мужчина. Доверять можно. Ну, не только мужчина. И слова у него прекрасны. Речь всегда хорошая. Понятно. А из оппозиции кто-то вызывает у вас доверие? Не знаю, Зюганов, Навальный? Ну, Единая Россия. Единая Россия. Ну, Жириновский, ЛДПР. Иногда ничего у него есть. Понятно. А из журналистов кто вас интересует? Кого вы слушаете? Ну, вы, например. Я? Здорово. Первый раз такой сегодня хороший комплимент. Спасибо. А вы меня знаете? Ну, да, немножко. Здорово. Ну, я не такой большой любитель действующей власти. Ну, это понятно. Но стараюсь быть объективным. Поэтому, видите, я подхожу к людям подряд и спрашиваю. Хорошо, спасибо. Как и есть на самом деле. Вам спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну, вот. Это проба пера. Напросился даже невольно на комплимент. А вы, пожалуйста, напишите, насколько вам нравится смотреть интервью. Вот такие прямые опросы на 360 градусов со всех сторон. Как видите, людей я не выбираю. Спрашиваю всех подряд. И мнение получается по-своему репрезентативное. Ну, среди тех, кто отдыхает в Первомайском сквере в середине дня. Будьте здоровы. Ваш Тимурханов из Новосибирска на 360. Жду ваших комментариев и поддержки. Будьте здоровы. Будьте здоровы на дорогах. Ну, ты же хорошие. Спасибо. Ну, так здорово.